всем здравствуйте сегодня с утра я опять на своем лесном тачке начинаю финальную обкачку с формировкой семей на зиму я больше после этого лезть в улья не буду в гнезда разбирать не буду и смотреть что там не буду видно что что-то чок тоже уже успокоился пчелка летает абсолютно без ажиотажа куда-то что-то летает возвращаются разведчицы что-то возможно приносят потому что идут похоже на то что они идут увесистые но но в общем-то товарного взятка уже нет давно уже на пасеке тишина самое время собрать сократить гнезда и собрать пчел зиму меня попросили посмотреть показать результаты отравления ос что я и сейчас и сделаю ну результаты результаты по осам видно хотя бы уже тем что в это время вот сейчас утро начала 9 пчела не очень активно потому что прохладно все-таки осень на пороге в это время на пасеке обычно бывает шныряет ос больше чем пчел даже бывает так приезжаешь я страшно остановиться за пасеку потому что реально ос у лядков больше чем пчел пчела в основном в охране а пчела туда-сюда лезет под крышей в дырочке заглядывает каждую щель вот сейчас я уже полчаса на пасеке хожу брожу смотрю на семьи ни одной осы ни одной осы а шерчни шерчни те вообще тех было они не так видно как даже слышно нет ос и шерчни на пасеке нет плюс видно как работают бутылочки вот бутылка она какая была но может быть еще добавился десяток десяток добавился в тех пор как я ее повесил и все клеточка моя висит клеточка и рядом бутылочка ну в принципе не добавилось ничего в эту бутылку некому летать некому летать и вот компот который я повесил сразу же после после того как сделал ядовитую приманку ну что здесь в компоте компоте 5 штук больше это не из-за того что компот не работает он компот с медом просто больше некому сюда попадать ну и чтобы убедиться вон там бутылки к я снимал снимал шерчни в этой бутылки тоже там нехти как только повесил я бутылки сразу активно пошло 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 и после того как я повесил яд буквально в течение суток затихло ну вот для для контроля я повешу сегодня с утра еще одну бутылку контрольная контрольная бутылка повесила и вечером когда я закончу обкачку посмотрим что в этой бутылке будет это самое любимое лакомство ос здесь старый квас с добавлением свежего меда он пахнет дрожжами и квасом и очень очень сладкий при этом все время пошло до вечера посмотрим как сработал яд да в этом году интересно что особо не пчелы не меда в этом году ну как известно мед делает пчел а пчелы делают мед в этом году не было меда и значит нету и пчел но но благодаря золотарнику и клеверу которому я показывал недавно роликах в семьях вот так расплода вот так расплода на конец августа это конечно это конечно хорошо закармывать еще рано нужно посмотреть подождать пока это все выйдет и уже дней через десять это минимум как только начинать закормку иначе пчелам будет нигде его складывать и они начнут строить языки а вот и маточка а вот и матка вместе с расплодом уже не такая огромная как летом но тем не менее сил хватает на такие рамочки пчела спокойная это очень очень хорошо однако есть есть семьи которые пойдут и на десяти рамочках зиму то есть полным корпусом все рамки вот такие куда их куда их отбирать пчелы полно них как их отобрать не представляется возможным все 10 рам вот такие так на них все они и по еще и капшуками висят так на 10 рамах полным корпусом и пойдут зимовать так что не вся пчела слабая так что носила мед пчела сильная а то что меда не принесла она как правило и пчел не нарастила приятно заниматься отборкой меда когда пчела очень спокойная уже понимаешь что осень пчела спокойная как летом да ее уже и немного мало того что она спокойная так и и три раза меньше чем было сразу по окончании взятка и рамочки просто отбираешь как будто бы это не пчелы какие-то мухи и на что они реагируют главное их не раздраконить если их специально не раздраконить на что понадобится не меньше чем несколько часов то можно целый день отработать абсолютно без внимания пчел я даже сделал эксперимент поставил рамочку на полчаса за полчаса села одна пчелка и после этого конечно и убрал чтоб пчелка не превратилась тысячи а пока а так своими недолугими действиями пчеловод не раздраконить пчел можно заниматься отборкой меда как в мае и месяце это не в каждом мае и не каждый день в мае можно так спокойно работать пчелами как сейчас конце августа но однако качка качкой а мы приехали еще не только за медом а и за пчелами вот так вот откачку меда я показывал уже много раз неоднократно мед медом но кроме меда пасека способна давать еще очень много полезных продуктов и не только продукты и даже лекарственные средства такими такими средствами являются настойка настойка пчелиной моли настойка продуктов жизнедеятельности пчелиной моли и конечно же настойка подмора самих пчел многие многие зрители моего канала подписчики сразу со словами подмор пчел представляют весенний подмор пчела весной которые умершие за зиму собирается высушивается и таким образом получается подмор пчелы но я никогда никогда в жизни не использовал подмор зимней пчелы я не знаю как его вообще можно использовать но вот представьте себе пчела вот сейчас собирается в зиму и уже гнездо я не лажу да и многие пасечники но есть я знаю что есть такие которые зимой еще любители отводки поделать но я не трогаю до весны и вот зимой наступают морозы и мертвая пчела начинает сыпаться с ноября месяца сначала по чуть-чуть а там одна две штучки в месяц в неделю потом все больше и больше и после нового года уже подморчик подсыпается прилично и здесь все начинается пчела лежит на самом-самом дне там где сыро и прохладно осыпается и осыпается там сыро и прохладно и начинается процесс гниения к весне к весне пчела осыпается с полным брюшком кала там вес кала гораздо больше чем вес самой пчелы и в желудке полно наземы сама пчела изнутри влажная сверху влага вот идет от клуба и это все лежит месяцами и покрывается плесенью у меня понятие с этим подмором я подмор никогда не использую зимний зимний подмор это фу ну это для меня может быть я не права я не претендую на истину но я делаю так у меня у меня есть стабильный клиент на подмор и я для него делаю подмор осенний чем отличается подмор осенний от подмора весеннего это то что я не использую падаль весной и осенью я использую живых пчел у меня тоже много-много моих зрителей смотрела говорят что у тебя какие-то пчелы не очень правильные они все мед носят и все отлично никаких проблем у меня там то заровилась то строилась томатка появилась не облетелась то не вернулась ну в общем проблемы так вот такие дела что у меня проблемы то же самое есть тоже есть проблемные пчелы проблемные семьи семьи просто я их не не очень люблю показывать ну что показывать и в семье если семья в целое лето пролетала ничего не принесла ни пчел ни меда толком нету и матка сеет как попало через раз что в такой семье показывать вот такие непродуктивные семьи я пускаю на осенний подмор все как на молочно-товарной ферме если корова не дает молока она начинает давать мясо у меня точно такой же принцип есть у меня несколько отводочков в которых маточка будто бы и вывелась будто бы и облетелась будто бы и начало семенить но потом пропало может я сдавил может еще какие-то причины причин может быть миллион сто тысяч штук факт тот что вот такой семьи не пчел уже особо не матки и не расплода и возиться у меня с ними нет желания такие такие семьи у меня дают последнюю последнюю продукцию это пчелиный подмор пчелиный подмор сухой без плесени идеально чистенький пчелка блестящие так как и должно было бы быть нервных прошу не смотреть для получения подмора я использую ведро и вот такой от мусорный пакет куда и быстренько стряхиваются пчелы готовые которые готовятся на пчелиный подмор это все делается так быстро пчелка очень быстро заворачивается в пакетик и относится в морозильную камеру 20-ти минутная заморозка и пчела пчелиный подмор готов к дальнейшему дальнейшей перешей переработки после 20 минут на первых заморозки я подмор пчелиный выкладываю на на дно сушилки электрические есть такие сушилки для фруктов и еще через час пчелиный подмор готов к употреблению чистенькие без следового плесени без вниения без скаловых масс тем временем уже время ближе к обеду вход в пасечный домик пчелы не стерегут есть кандидаты на выход на вылет эти те которые занес вместе с рамками но прорываться в доме как это делалось раньше после сразу после окончания взятка пчела не думает ведет себя хорошо некоторые пчелки куда-то летят на лес некоторые возвращаются даже с леса ну а у нас не временем прибывает прибывает мед в ведрах сейчас посмотрим что здесь за мед так где здесь открывать вот здесь открывачка вот такой от мед вот такой мед уже лезут сразу пчелка внутрь попала сейчас нужно будет выгонять этот мед он хоть и здесь и есть часть небольшая подсолнечника но это стопроцентный цветочный мед так все нужно закрывать закрывать потому что пчела все таки все таки возле ведер с медом есть так вот такое 20-литровое ведро для мелко оптовых покупателей стоит 2100 гривен это ведро 20 литров здесь и вес его примерно плюс-минус 30 килограмм возвращать мед возвращать ведро никому не надо ведро отправляется вместе с медом безвозвратно цена 20-ти литров такого меда 2100 гривен для желающих купить мед либо другие продукты пчеловодства или возможно медоносы просьба писать на адрес электронной почты который я оставлю в описании к этому видео такие дела пока докачиваются последние рамочки дело уже к вечеру завтра наверное будет дождик небо затягивается тучами полный стиль температура плюс 26 красота нужно не забыть проконтролировать как там наш наша бутылка контрольная бутылка себя чувствует так подходим контрольной бутылки вот здесь посмотрим старую бутылку старая бутылка старых шерстнях вся так из из молодых живых здесь две мухи две мухи ос не наблюдается осы все старые а мухи свежие мухи мясо не едят поэтому они и живы так и наша контрольная контрольная бутылочка вот так вот так контрольная бутылка висит на самом видном месте ни одной осы ни одной ни одного шерстня за целый день что здесь попало целый день попала какой-то кузнечик лимушка мушка все какая-то мошкара налезла на сладкое и ничего мало того что в бутылке ничего так я еще и за целый день работы на пасеке не видел ни одной осы ни одного шерстня и не видел и не слышал ну вот вам и лучшее доказательство как работает приманка мясная с ядом от блох для ос трутинь уже вне милости трутинь еще есть в некоторых семьях еще даже летает но уже к трутням начинают проявлять агрессию все чаще все большее число семей и последний аккорд в конце рабочего дня это достаем пчел из морозилки пчелы не успели запариться они замерзли выглядят все как живые идеальные идеальные пчелы пушистые красивые сухие и пахнут медом пахнут конфеткой карамелькой а никак не плесенью и сыростью эти пчелы теперь полежат час в электросушилке для овощей и фруктов и будут готовы для использования в настойках для здоровья всем спасибо за внимание и терпение спасибо